Приветствую вас. Заранее хочу извиниться за то, что мой ответ может с чем-то пересекаться, вероятно, с ответами моих коллег, потому что, как мне кажется, для специалиста проблематика здесь достаточно очевидна. Да, не совсем понятно. Готовы ли вы к тому, чтобы данную проблему решать? Понимаете ли вы, что ее необходимо решать? Отдается ли вы себе в этом отчет, что проблему необходимо решать? Ну, тем не менее. А, ну, как бы, вот, именно настрой ваш, он не совсем очевиден. Именно настрой ваш не совсем понятен. Потому что, может быть, вы настроены достаточно позитивно по отношению к специалистам и открыты для, так сказать, нашего взгляда, в том числе и профессионального взгляда. А, может быть, вы хотите получить только ответ на свой вопрос и не более того. Ну, во втором случае, конечно, ситуация довольно печальная. Итак, вы хотите понять человека. Начать, пожалуй, стоит с того, что психологи не помогают понять других людей. Мы помогаем только разобраться в себе. И, соответственно, это единственное, что можно сделать. Обсуждать другого человека, мягко говоря, неэтично. А если уж совсем, просто, то непрофессионально. Потому что, ну, мы, конечно, можем его обсудить, но это можно делать сколько угодно долго, это можно делать сколько угодно длительно по времени и при этом совершеннейшим образом ни к чему не прийти. То есть нам никто не скажет, например, правы мы или нет. Нам никто не скажет, верно мы расчистаем или нет. Ну, просто, потому что... Такая вот история. Следующий момент. Исходя из того, что вы написали, я предполагаю, что у вас есть некоторые трудности с доверием себе. То есть вы в какой-то степени испытываете слотность с тем, чтобы себе, именно себе доверять. И из-за этого, вероятно, снова и снова натыкаетесь на одни и те же грабли, а именно снова попадаетесь на такое вот, не побоюсь этого слова, манипулятивного поведения мужчин. Снова и снова вы ожидаете помощи от того, кто вам нередко демонстрировал факт того, что доверять ему нельзя. Вот нередко такое было. И тем не менее, снова и снова вы надеетесь на что-то. Снова и снова вы рассчитываете на что-то. Ну и тогда. То есть проблематика здесь совершенно очевидна. Именно проблематика. А именно эта проблематика связана с тем, что вы снова и снова пытаетесь получить что-то от человека, отчаянно игнорируя при этом действительность, которая говорит о том, что неважно почему, неважно по какой причине, но человек не нацелен на того, чтобы идти к вам навстречу. Ну вот, не нацелен. И все тут. У него могут быть разные причины. У него может быть на самом-то деле куча-куча причин. Только вот, только вот все это, как мне видится, не столь важно. А важно то, что вы сами себе не доверяете. Во-вторых, это важнее всего. Важнее всего, что вы сами себе не доверяете. Важнее всего, что вы сами не желаете, не готовы признать факт того, что человек несколько не тот, кем вы хотите его видеть. Ну вот, просто не тот немножечко человек. А вы, я более чем уверен, имеете отношение. То есть, у вас есть какое-то отношение к тому, что происходит. У вас есть восприятие того, что происходит. Вы, я уверен, знаете, как с вашей, ну, например, позиции, да, вот с вашей точки зрения выглядит то, что происходит. Вы это знаете, но вы это, тем не менее, игнорируете. Вот, почему вы это игнорируете? Очень хороший вопрос. На что вы надеетесь? Надеетесь, что человек изменится? Надеетесь, что человек станет вести себя по-другому? Надеетесь, ну, на то, что мужчина внезапно резко изменится и станет вести себя как-то иначе? Ну, если вы на это надеетесь, то вряд ли с этим можно что-то поделать. В том смысле, что надеетесь не искоренить, пока она есть, по крайней мере. Ну, не особо, не особо, конечно. И нужно это делать, я имею в виду, не особо и нужно. Надеетесь искоренять. Вот, все-таки мы здесь, наверное, занимаемся немножко другим, не искоренением. Надеюсь, что там. Вот, но, тем не менее, тем не менее. Вы хотите, как это видится мне, убедиться, наверное, убедиться в том, что, вообще-то говоря, очевидно. Итак, а именно в том, что мужчины в какой-то степени используют вас для каких-то своих целей. Для каких целей особо не ясно, потому что, ну, причины могут быть самые разные у человека, да? Вот, то есть, тут могут быть, ну, множество, может быть, причин, вот. То есть, это не совсем, не совсем ясно, не совсем очевидно. Вот, ну, совершенно точно, что на вас, вот именно на вас, что вы, человек не нацелен. Он нацелен на что угодно, только не на вас. Он нацелен на что угодно, на кого угодно, да? Только не на вас. Он нацелен на реализацию чего-то своего, он может быть нацелен на достижение чего-то своего и так далее. но он не нацелен на вас. Вы думаете, вы думаете и надеетесь, что со временем эта ситуация станет другой. К сожалению, как правило, ситуация не меняется без особых недопричин. И у вас в этой ситуации, когда мужчина снова и снова вас обманывает в кавычках, получается есть некая своя выгода. То есть вам почему-то очень нужно снова и снова убеждаться в том, что вы не нужны. И на мой взгляд, то что вам можно сделать, это преследовать этот момент. Преследовать его, как вы оказались в этой ситуации. А что вас с этим мужчиной связывает? Вот. И так далее. То есть не человека пытаться понять нужно, а себя. Не другого пытаться понимать нужно, а себя. Другого человека понять в лучшем случае невозможно. Себя понять в принципе вполне реально. Если только у вас есть такое желание. Если только вы этого хотите. Если вы этого хотите, то понять всегда возможно. В этом нет ничего прям совсем уж сложного. Конечно, определенные трудности будут. Это безусловно. Но здесь ничто не является таким сколько-нибудь критичным. Дальше. Наши сказали, отходи мне нужно знать. Но в помощи он обещает приложить усилия. Говорит, потому что он и пропадает. На скидку. На скидку. Здесь человек не воспринимает востребов. Вот это вот. На скидку. То, что я могу вам сказать. Так вот. Сход. По какой-то причине. Человек не воспринимает востребов. Устрел. Просто. Почему-то. Из-за чего-то. Я, ну конечно. Не могу сказать из-за чего. Потому что. Не понятно. Ну вот. Что-то. Наводит человека. На мысль. О том. Что. Можно вот. С вами. Например. Не считаться. Допустим. Можно. Не бояться. Допустим. Вас. Потерять. Допустим. 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 Не ожидать. Того. Что вы. Прорвете общение. То есть. Я знаю. Что. Что бы он сделал. Вы. Общение с ним. Вы. Не прервете. Общение с ним. Вы. Скорее всего. Будете продолжать. Опять же. Потому что. Прецеденты были. Вот. И. Я вынужден. Констатировать. Тот факт. Что. Человек прав. Вы. Действительно. Продолжаете. С ним. Общение. И. Вы. Действительно. А. Спрашиваете. Как. Себя. Снимести. И. Вот. Наверное. Именно. Это. Именно. Это. То. Что вы. Несмотря на что. Спрашиваете. Как. Себя. Вести. Наводит на мысль. О том. Что вы. Себе. Не доверяете. Потому что. Доверяю вы. Себе. Такого бы вопроса. У вас. Не возникло. Как вести. Но. Очень. Просто. Так. Как. Считаю. Как. К этому. Относиться. Очень. Просто. Так. Как. Диктует. Мои. Ценности. Вот. Как. У меня. Ценности. Так. Я. К этому. К этому. И. Отношусь. Но. У. 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 вас обвинить. Я просто хочу вынести до вас эту мысль, что вы просто, ну, наверное, зависимы от человека. Я не знаю, конечно, этого наверняка. Может быть, я ошибаюсь, я был бы рад быть не прав, но пока выглядит всё именно так. Так, значит, от ответа зависит от моей компании искать помощник ещё где-либо поможет. Ну, у меня вопрос. Почему после нескольких раз, когда он вам не помог, вы продолжаете на него рассчитывать? Вот этот момент, что снова и снова вы продолжаете рассчитывать на того, кто несколько раз вам пообещал и не сделал, в этот момент, и является то, точнее, и является тем, что мной называется зависимость. И является тем, что мной называется недоверие себе. То есть оно именно так проявляется, это и есть недоверие себе. Вот, собственно, крайне, как говора, такой момент. Почему-то вы себе не доверяете. А, мягко говоря, это немножечко странно. Почему вы себе не доверяете. То есть, с чем связано то, что вы, ну, то, что вы не можете себе доверяете. С чем это связано? С чем связано то, что с тем, что снова и снова вы полагаетесь снова и снова вы найдете получить помощь, да, именно от того, именно от того, того, кто вам эту помощь много раз предлагал и, как бы, ничего. И, как бы, пустота. Ну, вы, как бы, вот, говорите, что от его действий зависит, буду ли я искать помощи где-то еще. То есть, видите, вы перекладываете. Ответственность за помощь, за оказание помощи на него, ну, на человека. Хотя, помощь в первую очередь нужна вам. В помощи в первую очередь нуждаетесь вы. Вы сами нуждаетесь в помощи. Не мужчина, вы. Но получается так, что именно от него зависит, помоешь ли вы себе или нет. О том, что можно в нескольких разных местах. Этой самой помощи попросить. И вы получите несколько результатов. Вы получите некоторое количество, ну, предложений, с которыми уже, согласитесь, можно что-то делать. Ну, это, по крайней мере, хоть что-то. По крайней мере, это вариант. Ну, а не так, как вы это представляете. Дальше. Ну, то что это? Не хочет помогать. Таким образом, если бы отказывать все проблемы с собой безразличные, нет. Если бы были безразличными, он бы не предлагал помощь. Тенденция общаться помогать людям, которые имеют определенное положение общества, примерно на равных деньги. Слушайте, ну, здесь, мне кажется, вы говорите, ну, в большей степени уже, знаете, о... Я бы сказал, вы говорите о некотором контексте ваших отношений. Вы говорите здесь о причинах поведения мужчины в контексте того круга социального, в котором вы находитесь. Я думаю, что, конечно, такое возможно, вне всякого сомнения, такое возможно. Но, на мой взгляд, понять наверняка, так это или нет, можно только если дополнительно как-то преследовать... Ну, тот круг, социальный круг, в котором вы находитесь. Я думаю, что примерно... ну, я думаю, примерно так. Потому что мне представляется невозможным сделать выводы сейчас о таких вещах. Потому что это, ну, касается исключительно, наверное, все-таки, человека. Исключительно особенностей того социального слоя, в котором вы находитесь. Может быть, это и так, как вы говорите. Может быть, это и не так. То есть, по большому счету, опять же, по большому счету, это не важно. Потому что то, что вы делаете, это попытка. Попытка. Додуматься за него. Попытка заменить знанием своим знанием. То есть, что вы чувствуете. Ну, ага, чувствуете вы. Понятно. Что? Надо, чувствуете вы сюда. Ну, как бы, брошенное. Дальше. Он действительно не хочет этого показывать. Тут больше, наверное, за трубку не возьмет, как с таким человеком общаться дальше. Ну, вот, тоже момент. На мой взгляд, когда вы спрашиваете, как с таким человеком общаться дальше, я могу только сказать, что... А все ваши сомнения. То есть, ну, вы видите отношения человека к вам. Вы видите, как мужчина относится к вам. Вы можете, ну, я надеюсь, что можете определить, насколько это для меня, то есть, для вас приемлемо такое отношение. И, соответственно, исходя из этого, уже продвигать свою модель и линию поведения. По-моему, здесь все достаточно очевидно. Если только вы не надеетесь на какие-то перемены. Вот, если вы надеетесь на перемены, то да. В случае, если вы надеетесь на перемены, если вы, в принципе, на что-то надеетесь, то в этом случае, конечно же, ситуация будет... Для вас такой вот, ну, достаточно тяжелый. Потому что вы надеетесь на перемены, перемены могут не произойти. И вы не знаете, случится это или нет. Если случится, то когда случится. Вот. И получается, что снова и снова вы оказываетесь в состоянии ждущего. То есть, снова и снова вы ждете. Повторюсь, проблема здесь в том, что вы себе не доверяете. Это главный проблем. Самый. Это самый главный проблем. Вы себе не можете доверять. Вот не получается. Почему-то у вас просто прислушаться к своим чувствам, просто прислушаться к своим ощущениям. Просто как-то, ну, позволить своим ощущениям вести себя. То есть, просто позволить своим эмоциям раскрыться. На самом деле, как мне кажется, это не шло. Если бы вы не боялись, если бы вы себе доверяли и так далее. Ну, пока что получается, что вы не доверяете. Пока что получается, что сегодня вы боитесь. Пока что получается, что наступления каких-то последствий вы для себя не хотите. И из-за этого оказываетесь в такой позиции. Таким образом, я хочу сказать следующее. Что? Ваш вопрос с точки зрения психотерапии, с точки зрения профессиональной психотерапии. Задан неверно. Задан так, чтобы все ответить на него. Не нарушив точку, например. Невозможно. Невозможно. Поэтому я предлагаю вам его перевразировать. Переформировать. И поставить таким образом. Как мне данная ситуация задевает. Что мешает мне самой стать хозяйкой положения? Что мешает мне самой решить, как поступать в этой ситуации? Вот когда и если вы ответите себе сами на этот вопрос. Тогда вы придете к проблеме. Именно к той проблеме, которую и предстоит решить вам со специалистом. До тех пор, до тех пор, но я бы сказал, к сожалению, что проблема, вот она остается. Она остается непонятной. Именно в том смысле, что, ну, нерещаемая. Именно что нерещаемая проблема. По касту. Потому что речь идет о человеке, поведении которого, от, допустим, нас с вами не зависит. Это поведение человека, который делает, что хочет. Поступает, как хочет. Ведет себя, как хочет. И так далее. Это, как и если это? Ведет себя. И это? Ведет себя. И если он не хочет. Ведет себя. Ведет себя. один из ключевых, на мой взгляд, моментов, что вы считаете, что вам он должен, да, он обещал, но он не обязан. Поэтому я бы здесь обратил внимание на вопросы личной ответственности вашей, я бы обратил внимание здесь на вопросы доверия себе, я бы обратил здесь внимание на вопросы страхов, которые могут у вас быть в принципе. А может быть, может быть, что-то ещё, но пока, именно пока, это, наверное, всё, то есть вот именно на данный момент это, наверное, всё, потому что, конечно, варианты ещё есть, безусловно, но пока это, наверное, больше смыслом. Нет, ну, говорить, вот, потому что информации, которые вы предоставили нам, её достаточно мало, чтобы давать какой-то такой исчерпывающий ответ. вот. А, как бы, хотите вы или нет разбираться с этой ситуацией, дальше? Ну, пока, пока что тоже не совсем очевидно. Вот. Вот такой ответ. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена. Субтитры сделал DimaTorzok